Все эти сложные процессы зависят от её настроения. Мы пытаемся предугадать, как она себя поведёт, и в каком месте Земли проявит свою милость или обрушит свой гнев. Всё, что мы можем, это наблюдать за процессами из космоса. Но только наблюдать. Но как заманчива сама мысль подчинить себе погоду? Ну, какая это сладкая приманка для человеческого тщеславия? У многих народов до сих пор сохранились практики влияния на погодные и атмосферные явления. Эти ритуалы передаются бережно, из поколения в поколение, в неизменном виде. Если мои подношения оказались достаточно убедительными, если я выбрал правильное время и правильное место, и прочитал мантры правильно, и от чистого сердца, тогда хозяин воды даёт нам роды. Подобные действия не вызывают у нас большого доверия и воспринимаются сегодня чаще с улыбкой. Возможно ли, что всего лишь человек, не огромная современная лаборатория, обладающая новейшими технологиями, а всего лишь человек, силой одного только желания, может повлиять на природный механизм? Это была свадьба под открытым небом. Небо было совершенно пасмурным, закапал дождь. За полчаса до начала церемонии дождь пошёл всерьёз, все стояли под зонтами. И тут мы вчетвером, я, отец жениха и ещё два моих ученика, решили начать медитировать, чтобы улучшилась погода. Через минуту в тучах появился просвет, и солнце засияло прямо над нами. Не везде, а только над нами. К лету 1991-го в Израиле не было дождя уже два года. Вода в единственном пресном озере Кенерете опустилась на 15 сантиметров ниже критической отметки. И тогда 10 тысяч израильтян собрались у стены плача, чтобы произнести молитву о дожде. На третий день над страной хлынул дождь. Многие объяснили этот факт простым совпадением. Вера в случайность не имеет ни научного, ни религиозного характера. С научной точки зрения имеет место научный детерминизм, а с религиозной точки зрения имеет место влияние дел на результат. Случайность – это способ, которым человек пытается снять с себя любую ответственность. Так же, как в горах иногда крик птицы может вызвать мощную лавину, а движение крыла бабочки привести к смене погоды на целом континенте, так же и человек может запустить глобальные процессы одной лишь силой своей мысли. И это не является преувеличением. В этом не сомневается ни один ученый, знакомый с теорией систем. Все дело лишь в том, чтобы выждать момент, в который система будет находиться в нестабильном состоянии. В фазе нестабильности достаточно только движения мысли, чтобы система начала изменяться. Я не всегда вижу, когда моя ошибка, мой грех возвращается ко мне в другом виде, хотя в сущности это одна единица. То, что я сделал неправильно, возвращается мне не в качестве наказания, а в качестве результата. При всем обилии воды на планете на доступную пресную воду приходится чуть менее половины процента всех ее мировых запасов. На протяжении истории человечества эти запасы оставались практически без изменений, в то время как население Земли постоянно возрастало. Никогда еще в мире не было такого количества людей, как сейчас. Шесть с половиной миллиардов человек. Но даже сегодня пресной воды хватило бы на всех, если бы она не подвергалась жестокой атаке человеческой цивилизации. Вот вы, все представьте, люди, если воды просто не станет, она уйдет далеко в недра Земли. Кто вам даст воду? Этот маин, который будет свободно бить из-под земли и будет легко доступна для вас маин. Сегодня более миллиарда жителей Земли не имеют доступа к безопасной питьевой воде. По этой причине каждый год умирает свыше пяти миллионов человек. Половина из них дети. Это в десять раз больше, чем ежегодно гибнет в войнах. Если эту проблему оставить без разрешения, то в 21 веке вода может стать причиной международных конфликтов. Уже сейчас она постепенно приобретает статус основного ресурса, который начинает фигурировать в политическом диалоге между странами и народами. Мы вот говорим о приближающемся нефтяном кризисе, потому что нефть может исчерпаться. Но, на мой взгляд, намного важнее заботиться о воде, чтобы у нас не случилось водяного кризиса. По данным ООН, ежегодно в Мировой океан выливается около 10 миллионов тонн нефти. У Атлантического побережья США захоронено 90 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами на 100 тысяч кюри, а в европейской части на 500 тысяч кюри. Страны, имеющие доступ к морям, производят в них захоронение промышленного, строительного и радиоактивного мусора. Во время его сброса и прохождения сквозь столб воды часть загрязняющих веществ переходит в раствор и изменяет не только качество воды, но и ее память. Океан имеет еще возможности для стирания этой памяти за счет его солености. Но все равно эффект разбавления же есть. Вот о нем, так сказать, надо тоже говорить, его надо изучать, потому что при огромных разбавлениях иногда память начинает влиять даже сильнее, чем при малых, так сказать, разбавлениях по высокой концентрации. На это надо обращать еще особое внимание. Очень тяжелый период планетарного нашего существования. Мы же распахали все возможные земли. Мы потеряли 33% зеленого покрова, половина планктона в океане. Значит, проблема, казалось бы, далекая, но везде вода. За последний год температура холодных глубинных вод Гольфстрима понизилась на 1 градус. За последние 9 лет скорость таяния ледников Гренландии возросла в 3 раза. За последние 30 лет разрушительная сила ураганов увеличилась вдвое. Растет количество природных катаклизмов. В десятилетие с 1973 по 1982 год в мире произошло полторы тысячи катастроф. С 1983 по 1992 три с половиной тысячи. С 1993 по 2002 шесть тысяч. Во время цунами в Юго-Восточной Азии в декабре 2004 года погибли и пропали без вести 226 тысяч человек. Без крови остались полмиллиона человек. Наводнение в Европе в октябре 2005 года оставило без крова 200 тысяч человек. Во время урагана Катрина в августе 2005 года погибли около 1300 человек. Остались без крова один миллион человек. За последние 30 лет от природных катастроф погибли почти 4 миллиона человек. Пострадали 4,5 миллиарда. КОНЕЦ